Насколько мы понимаем, что касается границам и на оккупированной территории Украины, Россия перебросила уже в принципе все, что имелось на данный момент. То есть сейчас мы получаем какие-то косвенные данные, которые говорят о том, что сконцентрируются силы в районе северодонецко-лесичанского выступа, который, видимо, российские силы будут пытаться окружать. То есть через оккупированную территорию Луганской области идут колонны техники. Там мы видели видео, на которых видна техника ВДВ, Росгвардии. И судя по атакам, которые идут по всему периметру этого выступа, то есть начиная с Белогоровки, где пытались безуспешно развивать переправу через северский Донецк, и заканчивая Попасной, где после того, как российские и ланеровские силы при поддержке вагнеровцев поставили этот город под контроль, пытаются расширить наступление вокруг него и с перспективы выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. И да, я так понимаю, именно туда сейчас перебрасываются силы, поскольку это новая точка приложения силы российской армии на Донбассе. Кирилл, а можно говорить, сколько насчитывает там сейчас российская группировка, сколько перебрасывает, ну хотя бы оценочно, чтобы понимать масштаб этих боев этой битвы? На самом деле все уже бросили считать, и не только мы, потому что, да, сейчас говорят 105 батареонно-тактической группы, 106 батареонно-тактической группы, их было всего где-то 125, их перебросили еще 10-15 после начала вторжения. И возникает вопрос, а что мы уже считаем за батареонно-тактическую группу? То есть раньше было понятно, раньше это было там порядка 800 бойцов, хорошо подготовленных. Сейчас мы смотрим вот эти вот захваченные документы, видим, что этих бойцов в каждой группе хорошо, если 600, понимаем, что часть из них были срочниками, часть из них ушли в отказ. Мы очень сложно понять, вот что, собственно, вот там сейчас воюют. То есть есть какие-то кадровые, грубо говоря, силы так называемых ДНР, ЛНР, которые там воевали последние 8 лет, есть вот эти вот там мобилизованные граждане с оккупированных территорий, есть ЧВК Вагнера, и, то есть, считать их сейчас сложно. Понятно, что российская армия понесла тяжелые потери. Сложно сказать, какие оценки в наши до 10 тысяч, где-то в трое больше раненых. Понятно, что эти потери невозможно восполнить вот этими вот добровольными контрактами, которые сейчас пытаются организовать по российским военкоматам, несмотря на то, что они периодически горят. И понятно, что этих сил сейчас меньше. Понятно, что еще нужно сколько-то недель или месяцев, чтобы вот в том темпе они выдохлись и не могли продолжать наступление. Вопрос-то о том, удастся ли им к этому моменту одержать какую-то сколько-нибудь серьезную победу. То есть, ну хотя бы опять же в районе той же северодонецкой-лесичанской агломерации и выйти на административную границу хотя бы Луганской области. О Донецкой речи пока, конечно, не идет. Кирилл, а есть понимание, ушли ли вот российские войска из-под Мариуполя, которые вот боролись с защитниками Азовстали? Вот некоторые говорят, что уже до этого покинули, да, то есть сейчас там их сдерживали, пытались штурмовать вот насильно мобилизованные группировкой ДНР, ЛНР. То есть это, конечно, не элитный какой-то спецназ, бойцы. Или нет? Или все-таки там есть какая-то определенная армия? Ну, во-первых, что касается ДНР и ЛНР-литности, это вопрос. Во-первых, там, как мы понимаем, воевал комбат Ходоковский, который воюет за боевиков с 2014 года. А все-таки, по нашим данным, опять же, по различным свидетельствам, вот те вот ДНРовцы и ЛНРовцы, которые встречались с российскими мотострелками, были совершенно не впечатлены ни состоянием их техники, ни их выучкой. То есть, кто оттуда ушел, действительно, и после чего стало гораздо грустнее штурмовать из Офстайл, это российская морская пехота, которая там воевала, в первую очередь, ну, в том числе, во-первых, потому что она считается более подготовленной, во-вторых, потому что в морской пехоте просто лучше комплектованность личного состава, поэтому она в состоянии вести общевойсковой бой, у нее есть десантная пехота, которая поддерживает их же бронетехнику. И вот эти вот силы сейчас были переброшены по ПАСную, рубежные и так далее. И после этого, да, действительно, начались проблемы со штурмом из Офстали. И сейчас вот пытаются, как мы видим, каким-то образом договориться, хотя подробности этого неизвестны, к сожалению, видимо, никому сейчас, кроме тех, кто договаривается. Кирилл, а что по войскам? Вы видите какое-то перемещение войск по территории Российской Федерации к Украине? Там перемалывают достаточно много. Мы видели, сколько во время попытки переправы через Северский Донецк было уничтожено, огромные горы просто техники. Наверное, же это все надо как-то и чем-то восполнять. Россия пытается это восполнить? Тут вопрос, а чем это, собственно, восполнять? То есть, окей, мы видели перемещение войск, потом оно закончилось. Те войска, которые были боеспособны, уже перемещены, причем несколько месяцев назад. Сейчас пытаются готовить какое-то пополнение и мобилизованных, и контрактников, так называемых добровольцев, которые солдат называют партизанами, потому что готовят их из руком плохо и бросают на самые тяжелые участки, и потом даже некоторых кидали на деньги. То есть, какие-то... Да, Российский Уралвагонзавод отчитался о том, что поставил танки Т-90М, еще целый эшелон. Но давайте это же посчитаем просто. За 2021 год Россия, военная промышленность поставила в войска 210 танков. Даже по открытым данным, Россия за вот эти вот неполных три месяца потеряла втрое больше. То есть, сейчас, возможно, будет пытаться восстанавливать какие-то танки, которые ржавели на мобилизованных складах. То есть, у нас журналисты, наши коллеги нашли информацию о том, что сейчас заказывают блоки для динамической защиты, и «Контакт-1». Это говорит о том, что, видимо, будут пытаться реанимировать те же старые Т-72 или Т-80 и, собственно, нареплять на них вот эту вот динамическую защиту, как, в принципе, сейчас делают и украинцы с теми танками, которые им приходят из Польши. Но это не будет быстрый процесс, и, как бы, без мобилизации он все равно, которую, так понимаю, в Кремле особо не хотят решаться, не имеет особого смысла, потому что что толку от танка, если экипаж его либо убит, либо ранен, либо в плену, либо пошел отказ. Ну и горят военкоматы. Есть у вас информация, что там происходит? Это такой... Это сложно найти такую информацию. Ну, вообще, я не знаю, это похоже на какие-то такие классические... Я просто помню, что раньше российские анархисты очень любили жечь всякие штуки, там, офисы «Единая Россия» и так далее. Ну, сейчас, видимо, военкоматы. Это, я могу только предполагать. Ну, конечно... Ну, и опять же, неизвестно, как это... Нарушит ли это, действительно, мобилизацию, если она начнется. Но я думаю, что если начнется мобилизация, то проблем будет гораздо больше, чем горящие военкоматы. Это то, что к этой мобилизации, к большой вот этой вот всей войне кастовая страна огромная, они готовились со времен распада СССР. И понятно, что все эти схемы не отработаны, и что это все будет двигаться, если будет, с огромным скрипом. И чем дальше, тем это будет болезненнее. Поэтому, я думаю, что это одна из причин, почему в Кремле не принимают такого решения. Однако, вопрос в том, а что они будут дальше делать. То есть, когда вот это... Мы говорили, и мы в спорте так считаем, что при любом исходе битвы за Донбасс, после этого наступательный потенциал российской армии будет исчерпан, и она не сможет продолжать наступление на Харьков, Запорожье и так далее. А одним Донбассом, конечно же, ситуацию не решить. Продолжение следует...